В эфире программа «Особое мнение». Здравствуйте, меня зовут Владимир Сметалин. Со своим особым мнением сегодня в нашей студии Роман Титов, член регионального штаба общероссийского народного фронта. Добрый день, Роман. Добрый день. Безусловно, да. Рад всех поздравить с тем, что сегодня последний день зимы, а завтра уже начинается весна. Конечно, весна принесет нам разбитые дороги и прочие коммунальные неурядицы, но ожидание того стоило, я думаю, успеем и погреться, и грядки вскопать. 9 мая отметить, и впереди нас ждет немало радостных событий. Хотелось бы в это верить. А еще весна нам принесет повышение цен на бензин и дистоплива с 1 апреля, да? Цены... Госдума приняла. Акцизы повысить. Акцизы, да. Ну, вот в итоге примерно на 2,5 рубля литр подорожает бензин по прогнозам Министерства финансов. Слушайте, ну, если интересно мое мнение на этот счет, то у меня есть две точки зрения. Одна точка зрения эмоциональная, как автолюбителя. Да, это, конечно, обидно. Цены и так, поскольку сейчас 95, по-моему, по 36 рублей я заправляюсь. Да, там 38 это уже как-то так напряжено. С другой стороны, там есть точка зрения все же более верная и взвешенная. Это то, что уровень цен на бензин в России регулируется не только волевым решением, регулируется еще спросом, в том числе, на внешний рынок. И на внешнем рынке мы знаем, бензин стоит существенно дороже. То есть могу сказать, европейская цена, ну, по памяти прошлого лета, порядка 2 евро за литр бензина. То есть по нынешнему курсу по 200 рублей. По нынешнему курсу по 200 рублей. И там часто можно услышать какие-то популистские решения, ну, типа в нефтедобывающей стране бензин должен стоить дешево, как вот в Ливии, Приму Амар и Каддафи. Неправда. Там есть рынок единый, нефтяной, мировой, есть рынок бензина. Цены на нефть, возможно, и падают, но цены на бензин в России все равно ниже мировых цен во много раз. Единственный способ урегулировать баланс спроса предложения на внутреннем рынке – это повышение акцизов. Кроме того, дополнительные доходы в бюджет, которые пойдут в том числе на важные статьи. Ну, там, кстати, цифры какие-то разные. Минфин на прошлой неделе речь шла о дополнительных 150 миллиардах рублей, но сегодня уже заявляется там ниже 100 миллиардов. Такое ощущение, что сами пока еще разобраться не могут. Ну, я думаю, они рассчитывают на сколько будет, в том числе, падение внутреннего потребления бензина за счет этого, поэтому и затрудняют такую точную цифру дать, рубль в рубль. Я напомню, что это действительно особое мнение Романа Титова, члена регионального штаба общероссийского народного фронта, с элементами отчета о деятельности штаба регионального. Да, так всегда. ОНФ, да. И напоминаю нашим слушателям о том, что на сайте хакиров.ру есть аудио-видео-трансляция нашего эфира, и есть там еще и специальная форма для того, чтобы вы могли задать вопрос гостю особого мнения. Интересуется, кстати, Валерий, с какой программой вы идете на выборы? Вот буквально дословно прочитал. Я так понимаю, вы это относится к организации. В целом, сообщаю, Валерий, совершенно официально, что да, члены общероссийского народного фронта будут принимать участие в выборах, но будут принимать, делать это через существующие механизмы. Через правильные с Единой Россией. То есть они от политических партий? Да, через другие партии. То есть у нас в региональном штабе есть люди из Патриотов России, есть люди из ЛДПР, есть с Провароса. Поэтому люди будут участвовать в выборах через механизмы своих именно организаций, которые имеют право в движении и которые будут участвовать в выборах. Программа, я уверен в одном, что у всех моих коллег, которые будут принимать участие в региональных выборах, будет главная программа, это президентские указы, поручения, которые, как мы знаем, были изданы еще в 2012 году. И значительно их часть до настоящего времени не исполнена, не исполнена и федеральными министерствами, и местными чиновниками. Это совершенно разумные, правильные, аргументированные вещи о том, как надо поступать, что надо делать, в том числе и в вопросах муниципальных, и в вопросах региональных. К сожалению, чиновники на местах либо тормозят, либо пытаются отчитаться о формальном исполнении этих самых майских указов. Ну, с этим и пойдем, собственно. В общем, Валерий, вы в бюллетенях не увидите общероссийский народный фонд. Нет, конечно. Коллеги, я думаю, смогут указывать в своих избирательных материалах свою принадлежность к организации, но в целом ищите наших людей в бюллетенях вообще, скажем так, по знакомым фамилиям, по упоминанию организации. Не в бюллетенях именно, а вот в избирательных материалах каких-то. Дальше вопрос от меня. Хочу я все-таки упомянуть о законопроекте, об ограничении так называемых золотых парашютов. Речь идет о доплатах бывшим чиновникам различных уровней в Кировской области. Законопроект этот был внесен в наш региональный парламент еще в январе 2016 года. Был он внесен депутатом Василием Сураевым, экспертом регионального ОНФ. И вот то, что депутаты от Единой России отказались вносить его в повестку пленарного заседания 24 февраля, это, по всей видимости, оказалось одной из причин, по которой Сураев вышел из фрации Единой России и покинул пост председателя комитета законопроекта по законодательству и местному самоправлению. Вот я хочу понять, вот эти все предложения, они были разработаны ОНФ, а потом уже Сураев, как человек, имеющий право вносить, как депутат, имеющий право вносить законопроекты, он это подхватил или это все вместе, совместно работал? Давайте чуть раньше начнем тогда, поскольку почти ровно год назад на сайте «Ехо Москвы» после одного из наших эфиров появилась новость, где вначале я сообщил о том, что московские коллеги подготовили закон о золотых парашютах, а внизу комментатором, который говорил о том, что инициатива назрела, был Василий Куприянович. То есть, на самом деле, тема не с, скажем так, не спинка, прям не сходу это делалось, это долгий достаточно процесс. То есть, вначале шел процесс законодательства в Госдуме, и 30 декабря президент уже подписал принятый, одобренный Государственной Думой, Советом Федерации закон во внесении в Госдуму, который принимали участие деятельные в разработке мои федеральные коллеги, в частности Михаил Евгеньевич Старшинов, депутат Государственной Думы, член фракции «Единой России», член общероссийского народного фронта. Значит, соответственно, на настоящий момент федеральное законодательство, точнее региональное законодательство противоречит законодательству федеральному, поскольку закон, подписанный перед Новым годом, он достаточно сжат. Вот буквально пара статей, которая говорит об существенных ограничениях так называемых золотых парашютов, а там речь даже идет не только о парашютах, то есть парашютах, то, что ты получаешь после увольнения, а речь идет об ограничении доплат, в том числе пенсионных доплат, бывшим чиновникам. Вот это существенная вещь, я думаю, мы впоследствии по цифрам немножко проговорим, сколько это в реальных деньгах. Сколько идет из бюджета. Значит, то есть, соответственно, сейчас задача приводить региональный законодательство в соответствии с федеральным. И не секрет, мы перед комитетом с Василием Куприяновичем встречались и эту тему обсуждали, но инициатива... Вы что на комитете? На комитете я был, мы встречались и до комитета, эту тему обсуждали, но инициатива Василия Куприяновича была абсолютно, скажем так, добровольная, и в силу того, что он этой темой давно занимался, с прошлого года, там, как мы уже говорили, с марта, Василий Куприянович внес определенную новеллу, то есть, помимо двух статей, которые являются, ну, своего рода калькой федерального закона, которое необходимо все равно будет так или иначе вносить в региональное законодательство, была третья статья, ограничившая, вот, собственно говоря, размер этих самых пенсионных доплат. Но Василий Куприянович предлагал внести закон в первом чтении на рассмотрение, то есть, первое чтение, это значит, что с законом можно работать, можно создавать, дополнять, изменять, и, честно говоря, вот для меня было определенным сюрпризом, что коллеги-единороссы на комитете, грубо говоря, прокатили законопроект, который федеральные коллеги в двух третях вот этого законопроекта Сураева, они одобрили перед Новым годом на декабрьской сессии Государственной Думы. Аргументы звучали какие? То есть, ну, все говорили, не, никто же не отрицал, все говорили, да, закон необходим, да, с этим пора что-то делать, но мы же, когда нанимали чиновников на работу, они шли на конкретные условия, как же мы сейчас будем эти условия ухудшать? А напомню, что количество чиновников в Кировской области, которые попадают под, скажем так, под так называемые золотые парашюты, оно за последнее время сильно выросло за счет увеличения числа министерств, числа членов правительства. Подождите, у нас же, когда министерская система вводилась, все же говорили о том, что будет секвестирование, вырезание штата. Нет, штат штатом, а количество должностей, которые причисляются к высшим должностям в Кировской области, оно выросло. То есть, на сегодняшний момент порядка 40 должностей. То есть, это и спикеры его зама. Кстати, было приятно в эфире неделю назад Сазонтову послушать... А, как Марина Сергеевна сказала о том, что когда она шла на эту должность, она не знала, что тут такой пакет услуг полагается. Да, да, да. Вот с интересом послушал, да. То есть, это зампреды правительства, это министры, это избирком с замами, это КСП с замами. Всех этих людей я знаю, все эти люди уважаемы, но всем при этом их уважаемость никак не оправдывает возможность получения огромной доплаты к пенсии. То есть, огромной, если вы проработали до трех лет, вы получаете право из бюджета Кировской области получать доплату в размере 50% месячного содержания. Не оклада, оклада чиновников маленькие, содержание большое в итоге получается. То есть, это итоговая месячная сумма. А отработавшая свыше пяти лет, чиновники имеют право на получение доплаты в размере 75% месячного содержания. Суммы внушительные, так вот, ну, там, для... Если говорить о конкретных суммах, да. Для примера, там, ну, вот, предположим. То есть, я, к сожалению, говорю по тем материалам, которые у меня есть, поскольку в бюджете эта строка, она достаточно расплачиво сформулирована. Ну, вот, там, бывшие замы губернаторов, ежемесячные надбавки пенсии 65 тысяч рублей. Бывшие главы муниципальных образований 22 тысячи рублей. Они по другому закону идут, но это тоже золотые парашюты, в определенной мере. Плюс остаются же льготы на санторно-курортные услуги, то есть, на лечение. Вот в бюджете это удалось найти точно. На санторно-курортное лечение бывших руководителей законодательного собрания членовых семей в этом году заложено 570 тысяч рублей. Бывших? Бывших, да. Нынешние руководители губернатора отказались до конца 2017 года, да, в прошлом году? Да, мы про бывших говорим. То есть, в целом, сумма огромная, особенно если мы сравним с другими цифрами. Труженики тыла, ежемесячная денежная выплата 618 рублей. Заслуженный учитель Российской Федерации, ежемесячная социальная выплата 1000 рублей. Семьям, имеющим детей инвалидов, ежемесячная социальная выплата 333 рубля. Ну, что называется, почувствуйте разницу. Почувствуйте разницу. То есть, конечно, люди уважаемые, конечно, люди работали, но федеральный закон об ограничении звукопрошютов, он предусматривает выплаты чиновники получать лишь тогда, когда они уходят на пенсию непосредственно с этих должностей. Это существенно сужает круг получателей вот этих вот бонусов, грубо говоря. То есть, поясню, вне зависимости от того, сколько лет, 30 тебе, 40 лет ты поработал в правительстве, ушел и тебе все равно полагается. И потом ты выходишь на пенсию, получаешь социальную пенсию свою по старости обычную, и получаешь доплату из регионального бюджета. Если ты обратился, это в заявительном порядке все делается. Если ты поработал, например, в нашем правительстве, уехал, устроился, ты все равно продолжаешь получать? Если ты устроился, нет. То есть, эта доплата отменяется на период трудоустройства на государственные должности, на должности муниципальной службы и возобновляется после того, как ты из этих должностей уходишь. Но все равно деньги существенные. По информации Сураева, порядка 20 миллионов в прошлом году было на эти выплаты бывшим чиновникам. 22, по-моему, да? 22, да. 22 чиновника больше. И на комитете звучало, что в перспективе двух созывов законодательного собрания и в перспективе ротации правительства через 10 лет мы можем докатиться до порядка 100 миллионов, которые будут тратиться на выплаты чиновникам. Слушайте, ну, сегодня не те времена, чтобы поощрять чиновников за их, безусловно, нужную и важную работу. То есть, надо заботиться о тех, кто получает копейки. И я думаю, люди-то, мягко говоря, не совсем адекватно воспринимают эти шикарные доплаты. А да, про золотые парашюты, кстати, если говорить, то чиновник, если он год проработал на вот таких должностях при увольнении, он получает 4 месячных содержания. То есть, сумма тоже измельчает. При увольнении или при допровольном уходе? При увольнении. То есть, сейчас будет ограничение как раз по новому закону, только в случае, если человек ушел сам, а не по каким-то непонятным моментам, не захотел декларацию публиковать, к примеру. То есть, на сегодня эти ограничения не прописаны. Вот. Поэтому, слушайте, ну, говорить о том, что чиновники бедствуют, это откровенное лукавство. Говорить о том, что они шли, надеясь, на эти пенсионные льготы, а зачем нам нужны такие чиновники, возникает вопрос. То есть, если ты идешь на госслужбу, ты понимаешь, что у тебя есть желание сделать что-то большое, хорошее, помочь людям, наработать связи, ну, уж давайте так немножко цинично скажем, да, кто-то из-за этих, может быть, идет. Но уж точно не заработать шикарную пенсию, которая соответствует реально годовой зарплате бюджетника, месячная пенсия. То есть, если бюджетник получает, там, иные получают по 12 тысяч рублей, ну, месячная пенсия, она с лихвой покрывает эти затраты у высокопоставных чиновников. Странно, непонятно. И непонятно было, что именно единороссы проголосовали против. При всем при этом сама партия, как мы уже говорили, поддержала это на федеральном уровне. Посмотрим, как будут события развиваться. То есть, я честно скажу, что ряд мероприятий после этого было предпринято. Пока не буду говорить каких. То есть, я считаю, там, и ОНФ считает, что закон об ограничении золотых парашютов в Кировской области должен быть принят до сентября, до выборов, до формирования нового пула высокопоставленных пенсионеров. И это позволит сэкономить бюджету огромное средство. То есть, чтобы те люди, которые сейчас на должностях, на своих находятся, они уже попали под действие этого закону. Кто ушел, кто уйдет на пенсию, получайте на здоровье. Кто будет дальше продолжать продовую деятельность, трудитесь, зарабатывайте. — Региональный, точнее, федеральный закон не оговаривает рамки временные, когда все-таки на местном уровне? — Нет, федеральные рамки не оговорены. И, честно говоря, мне бы казалось правильным, чтобы вообще этот законопроект внесли в ЗАГС собрание либо губернатора, либо Алексея Максимовича. — Спикер УЗС. — Да, спикер УЗС. Это было бы правильно, поскольку это было бы приземление федеральной инициативы, одобренное президентом, и люди бы показали, что они действительно намерены работать во исполнении федерального законодательства и где-то, может быть, наступать на голову собственной песни, но исполнять требования Москвы. К сожалению, пока все обстоит так, как мы видим. — Ну, кстати, на последнем пленарном заседании в ЗАГС все-таки был принят тот закон, который ранее был принят на федеральном уровне. Это льготы, льготы на капремонт для тех, кому исполнилось 70 лет, и он одиноко проживает, 50% льгота, и 80% плюс возраст — это все-таки полная компенсация, стопроцентная, как этот закон оценивать. — Оцениваем его хорошо и правильно? — Конечно, тем более, как мы уже с вами не раз обсуждали в деятельности региональных операторов капремонта, есть определенный недочет и заставляет людей, особенно стариков, платить за те блага, которые они, возможно, не увидят, в силу того, что программа до 2043 года рассчитана. Наверное, неправильно было бы, да? То есть ты платишь за того дядю, но ты отнимаешь эти деньги из сегодняшней нищинской пенсии. Но мне непонятно одно, зачем отодвигать рамки начала действия закона на начало лет? Ну, не понимаю. То есть фактически можно было сделать так, чтобы закон вступил в силу с 1 марта. И вот за эти... — А Дубравин депутат заявил о том, что с 1 января, да, 16 года, компенсируется. — Задним числом я все же, наверное, воздержусь в таких решениях, но хотя бы с 1 марта. То есть если мы приняли этот закон, зачем давать еще полгода моратория? Ну, не полгода, а четыре с половиной месяца. Не очень понимаю, честно говоря. Вот по моему понятию надо было сделать с 1 марта. Все эти льготы ввести. А так-то надо было вводить льготы еще с начала действия программ капитального ремонта. — То есть с декабря 15-го года? Кстати, докладчиком по этому вопросу был же глава нашего Минсоциа, да, Кирилл Лебедев. Ему задавали вопросы о том, а где деньги-то, собственно, найдете на эту компенсацию. Ну, вроде как сказал, что найдем. Тоже большая проблема сейчас. — Слушайте, где найти деньги, это отдельный вопрос. Когда эту официальную информацию на конец 2015 года на счетах регионального оператора капитального ремонта было порядка 1 миллиарда рублей неистраченных, по-моему, вопрос, где найти деньги, он не должен стоять. Вы не смогли справиться с теми обязательствами, которые в 2015 году взяли на себя и не истратили значительную часть этих средств. Вам, извините, копейки от стариков-пенсионеров. Они никоим образом здесь ситуацию не выправят. У нас остается еще время до перерыва, и все-таки хочу перейти я к теме проблемного дома в Слободском по адресу Корта 14. Эту тему вместе с Романом мы уже поднимали в нашей студии. Напомню, что дом был сдан летом в июне прошлого года. Собственно, это проект Кировской региональной ипотечной корпорации. Пока шло теплое время года, люди там нормально жили. Я напомню, что это не только те, кто получил служебное жилье именно в этом доме, но и те, кто за собственные деньги приобрел эти квартиры. Ну и вот с наступлением зимы выяснилось, что в связи с крупными огрехами при строительстве просто-напросто люди там стали замерзать. Дело получило движение. Как говорится, лед трогался, господа присяжные заседатели. Вот передо мной лежит официальное письмо, подписанное Алексеем Борисовичем Кузнецовым. Мы с ним, правда, это письмо встречались и обсуждали тему с этим пресловутым Корта 14 в Слободском. И полностью подтверждены все те проблемы, которые озвучивались и нами в эфире «Эхо Москвы» и озвучивались в наших обращениях. То есть действительно есть существенное отклонение. Вопрос, кто в них виноват. Это вопрос, который предстоит, собственно говоря, по ходу дела решать. То есть либо это теплоснабжающая компания, управляющая компания, которая внесла несанкционированные изменения в систему теплоснабжения, либо это проектировщик, который, как мы уже не раз говорили, засветился и на других проблемных объектах, в частности, в Ленгасово. Но главное, что, а, есть подписанный генеральным директором региональной ипотечной корпорации первый план работы по устранению недостатка, выявленных на Корта 14. То есть это и по окнам, и по наладке системы отопления, и, извините, там, по коврикам противоскользящим, которые уже, слава богу, установлены. Не монтаж ограждений. На входе. Да, на входе люди падали просто. Некоторые моменты, да, может возникнуть вопрос финансирования. Где взять деньги? Ну, просто зачитаю. Работы будут организованы за счет корпораций с последующим перезоставлением счетов проектировщику. То есть, соответственно, по проекту тоже большие вопросы возникли по той компании, которая все это делала. То есть план будет реализовываться, но на сегодняшний момент, на повестке дня, еще вопрос перерасчета платы за отопление. Потому что жильцы мерзли, в квартирах было холодно, до 16 градусов тепла было и 14, где-то было и ниже. Мы обратились в администрацию города Слободского с просьбой дать пояснение и организовать содействие в перерасчете. Ну, в силу того, что ресурсоснабжающая организация, она муниципальная. Ответ от администрации мы не получили. Мы получили ответ от ресурсников, где было написано, говорят, сами как-нибудь разбирайтесь. И сегодня, буквально с утра, я подписал письмо на Перминова Вадима, на руководителя как раз КРИК. Они являются ключевыми собственниками помещений. Есть акт независимой экспертизы, который подтверждает отклонение от температурного режима. И мы просим КРИК, собственно говоря, инициировать перерасчет платы для всех жильцов, поскольку у них для этого есть все необходимые документы. Если слободские власти и коммунальщики, они не готовы идти навстречу, либо ставят какие-то бюрократические преграды, прикрываясь законом, это одна ситуация. Будем решать по-другому. Ну, можно привести для примера сумму конкретной 6-8 тысяч рублей в месяц. Да, там гигантские. За отопление только. Да, за услугу, которая не оказывалась фактически. И все прекрасно знают, что она не оказывалась. И зачем тогда нам в официальном ответе, который мы, извините, можем опубличить где-то, писать, что все это вилами по воде писано. Что вроде нормально там все. Но по КРИКу еще один важный момент. Мы встречались достаточно долго, беседовали вначале с Перминовым по ситуации, с КОРТО и вообще по объектам региональной ипотечной корпорации. Потом мы встречались с ключевыми руководителями КРИК, нашли полное взаимопонимание. То есть помимо работ по устранению медоделок на КОРТ-14, КРИК разработал целый план мероприятий по усилению контроля за строительством и работе по подготовке проектов. То есть это 8 пунктов с ответственными по будущим объектам. То есть КРИК реально начал предпринимать меры после критики нашей, после критики общественников, после критики средств массовой информации, по устранению тех внутренних процедур, которые, может быть, были неверно организованы и привели к возникновению ситуации с КОРТО-14. И еще там есть один проблемный объект КРИКовский. Это здание в Коминтерне по улице КОРТО-13. Там тоже осенью мы через прокуратуру занимались ситуацией. То есть есть план, он должен быть реализован. Там это усиление входного контроля, ежемесячные проверки специалистами всех строящихся объектов. То есть достаточно серьезно и грамотно подошли. Часто приходится, когда взаимодействуешь с органами власти или с компаниями государственными, то видишь, знаете, такое глухое непонимание. Вот здесь мы нашли полное понимание. То есть, да, была в начале стадия такого, знаете, болезненного отрицания, но потом руководство КРИКа пошло навстречу, и слава Богу. То есть эта позиция региональной корпорации, она вас устраивает? Она устраивает. Так нужно и действовать. Мы считаем, что, конечно, есть много частных ситуаций по КОРТ-14, которые в этот план не вошли. Мы сейчас собираем с жильцов всю информацию по конкретным дополнительным недоделкам, которых в этом плане нет, разработанным КРИК, которые не учтены. Будем передавать эту информацию в региональную корпорацию, и будем надеяться на то, что все будет устранено. Ну, мы верим в то, что это произойдет, потому что иначе нам снова придется переходить в ситуацию защиты прав людей. А люди-то, кстати, сейчас в какой ситуации? По-прежнему? Холодно? Ну, сейчас погода, слава Богу, наладилась, да. Вы говорили, кто-то там по знакомому уехал жить. По-моему, полторы недели назад проводился слив системы отопления и попытка ее переналадить. После этого жильцы одной из квартир нам сообщили, что эти мероприятия не увенчались успехом. То есть в квартире как было 16, так и стало 16. То есть, соответственно, есть серьезные какие-то конструктивные нарушения. И, к сожалению, устранить их придется уже в летний сезон. Кстати, сейчас посмотрю в плане, на какой период. Сроки оговорены. По отоплению, по наладке, по балансировке. То есть, смотрите, срок был вообще до 15 февраля. То есть, видимо, как раз они этот слив проводили и попытку наладить пока не получилось. То есть, соответственно, мы запросим свежие сроки, для того, чтобы понять, когда все это будет делаться. А, и, да, вот вижу. Значит, уже на сегодня, точнее на завтра, должно быть готово проектное решение по устранению неудовлетворительной функциональной системы отопления. И работы должны быть проведены до мая. Вот сейчас уточнил, посмотрел. До мая должны все сделать. То есть, чтобы на этапе опрессовки по окончании сезона можно было систему испытать и проверить, будет ли она работать правильно в новом сезоне. Про проблемы, связанные с отоплением, мы еще поговорим в этой студии, но уже после рекламы. Продолжается особое мнение. Сегодня это особое мнение Романа Титова, члена регионального штаба общероссийского народного фронта. Давайте еще немного про отопление продолжим. В конце января мы поднимали эту тему в нашей студии, обозначили несколько населенных пунктов, где проблемы с отоплением возникли. Ну, замерзать начали люди. Котельнич. Район, район... Мостопоезда. Мостопоезда, да. Как там сейчас обстоят дела? Ну, смотрите, в Котельниче... Котельнич, к сожалению, это такой пример ситуации, противоположной теме с Криком. То есть, с Криком мы нашли общий язык и действительно разработали какой-то общий план. В Котельниче мы вдруг увидели в ходе работы по ситуации с Мостопоездом какие-то публикации в местных СМИ, которые говорили, что мы там вообще не при делах, попытки оклеветать наших активистов на местах. Это неправильный подход. Тем более, на нашей стороне, помимо четкого понимания, кто виноват и что делать, есть и материалы прокурорских проверок. На минуточку, именно по нашему заявлению, по заявлению, которое я подписывал, была инициирована проверка как раз законности действий муниципальной управляющей компании, муниципальных чиновников при подготовке к отопительному сезону. Прокуратура. Да, прокуратура, да. Были выявлены факты, что, к примеру, акт готовности к отопительному сезону был подписан уже после того, как в начале октября, после опрессовки, и система отопления вышла из строя. И другие нелицеприятные факты были подтверждены, поэтому чем пытаться людей, которые придали историю огласки и публичности, лучше было бы заниматься своей работой лучше, чтобы люди два с половиной месяца до того, как тема вышла на федеральный уровень, не мерзли просто в своих домах. На сегодняшний день ситуация нормализована. Вопрос в том, как ситуация будет развиваться в следующем году. Можно было предотвратить трагедию на мастопоезде? А это трагедия, люди мерзли и жили в невыносимых шов. Да можно было. Там вышло из строя два котла, мощности резервных не хватало, и по нашей информации, летом один котел, который мог бы эту ситуацию изменить, он был демонтирован и на другой объект перемещен. Это только подстоит проверить всю эту ситуацию сейчас. То есть в настоящий момент возбуждены, насколько я знаю, уголовные дела. Там есть административные протоколы в отношении, и, собственно говоря, сотрудников, чиновников, управляющих компаний. Идет проверка. То есть когда будут результаты, сообщу. Самое главное, что в котельниче мы увидели в действии, знаете, механизм гражданского контроля, когда именно местные активисты придали огласки эту ситуацию, мы с ними сконтачились, скоординировались, и теперь идем вместе по пути. Более того, из всей этой ситуации вызрело одно решение, которое мы, думаю, будем выносить на федеральный уровень, необходимость законодательно обязать проводить независимую экспертизу при утверждении паспортов готовности к отопительному сезону. То есть на следующий момент как это делается? А кто может проводить независимую? Чиновники подписывают, и Ростехнадзор на это, знаете, так вот, сквозь пальцы зерцает. Есть управляющие компании, есть люди, которые обладают необходимыми техническими навыками, то есть специалисты независимые. Есть общественники, которых можно привлекать к этой ситуации. И важно, чтобы это было не кулуарное решение, как вот в Котельниче, а решение, которое реально подтверждает, готов объект к сезону или нет. Потому что чиновниками говорили в другом муниципалитете, я говорю, почему такой акт подписали, понимая, что у вас все плохо? Они говорят, ну, нам бы тогда по шапке сверху прилетел, если мы его не подписали. Вот для этого надо ситуацию размыть, то есть привлечь людей, независимых которых не купишь, по телефону не позвонишь, не прикажешь, и которые просто акт готовности не будут подписывать. А кто это может быть? Что за люди? Ну, вот я говорю, там, это эксперты независимые, это сотрудники управляющих компаний, которым, извините, потом предписание ловить. Люди обладающие необходимыми техническими навыками, есть такое понятие, которые компетентны. В определении, готов объект или не готов. Хватит их на всю область? Не хватит. Слушайте, ну, это вопрос второй. Важно, чтобы это независимая экспертиза была, потому что иначе так и будут подмахивать, иначе так мы и будем размораживать целые селы и поселки зимой. Вот. Вот так вот по Котельничу. Но Котельнич не единственный, да, эти у нас на сегодняшний день? Котельнич не единственный. Где возникли такие проблемы? Отдельная ситуация, но она связана с другим. Отдельные ситуации были в поселке Светлый, в Светлополянске, в Рудничном. Я, честно скажу, я не согласен полностью, с официальной точки зрения о том, что виной создавшимся проблемам был некачественный торф. Более того, там, мое мнение, оно подкреплено документами, актами приемки этого самого торфа, пониманием процедуры, как это все происходит. Слушайте, если на Котельню поставляется торф по ГОСТу, если Котел должен быть рассчитан на торф по ГОСТу, значит, вопрос точно не в торфе. Вопрос, а, в хранении этого торфа, как мы уже там убедились, нигде нет укрытых хранилищ, а торф он просто отсырел. Влагу отсырел, да. Во-вторых, давайте быть честными, вот эти вот Котельные, поставленные в четырех муниципалитетах Кировской области, они хорошо работают только на щепе. Как только в смесь добавляется торф, а уж тем более, если пытаться топить на одном торфе, что-то не работает. Мы задавали этот вопрос департаменту ЖКХ, правда, департамент ЖКХ считает, что мы тут нагнетаем немножко ситуацию, ну, значит, дальше будем нагнетать, поскольку наша задача была вывести на чистую воду всех. Нам сказали, что надеялись, что поставщик пусконаводочной мероприятия пройдет за год, вот не получилось, вот сейчас дальше, там они 1 февраля должны были приезжать, что-то налажить. Слушайте, ну люди-то страдают. И прошлой зимой уже, там в Рудничном были проблемы с отоплением. В этом году вообще там торфа, на заявки на торф не было. Топили щепой практически с колес. Мы общались с главой поселения Рудничного, вот у меня на работе тоже стопка бумаг, он день через день писал письма в Облкоммунсервис, и всюду, куда только можно, информируя о том, что запаса топлива осталось на 3 часа, запаса топлива осталось на 2 дня. Это его работа, что ли, главная дисциплинация? Весь из фронта, в принципе, да? Да. То есть это разве его работа? Нет. Это работа Облкоммунсервиса, которая этими котельными занимается. И, честно говоря, мое мнение, мое оценочное суждение, что проект по этим котельным сырой, и вряд ли целесообразно ставить котельные по этому проекту в других муниципальных образованиях Кировской области. А планы такие есть? Звучала история по Белых Луниц. То есть надеюсь, что сейчас эта история будет отложена. Это мое мнение. Материалы, которые я озвучиваю, на которые ссылаюсь, они сейчас находятся в развитии. То есть будем ждать решения. Есть еще новости, которые бы хотелось обсудить, но у нас практически нет времени. Вот хочу все-таки поделиться мнением Романа Титова по поводу следующей цифры, которая прозвучала на прошлой неделе. Глава кировских полицейских, Андрей Воронов, отчитывался о работе своего ведомства за 2015 год перед депутатами городской думы. И вот такая цифра. За прошлый год преступность у нас в областном центре выросла на 26%. До трети недалеко уже. В основном увеличение произошло за счет роста количества краж. Вот еще несколько лет и что, стопроцентное у нас можно ожидать. В два раза. Беспокоит такое? Милицейская статистика вообще весь сложная. Вещь очень сложная. Почему? Потому что какие причины? То есть, возможно, это увеличение раскрываемости, которое показывает рост краж. Не исключено, да. Нельзя исключать, да? Вот есть такая фишка. Возможно, это обстоятельства, вызванные, скажем так, определенными социально-экономическими проблемами, с которыми люди сталкиваются. То есть, мы знаем, что это там порождает преступность. Возможно, сокращение. Потому что это ладно, сейчас сокращают штатное учительство за счет центрального аппарата. Вот основное сокращение проходит. Но мы же знаем, что предыдущее сокращение оно было за счет региональных, территориальных органов внутренних дел проведено. Я думаю, что цифра тревожная. Другое дело, что надо разбираться, что там внутри. То есть, какие причины. И вот просто по одной цифре я не могу точно дать суждение и дать какой-то рецепт. Но могу сказать некое личное наблюдение. За последний год мы несколько раз обращались в полицию по разным темам и постоянно работаем с прокуратурой с областной. Мы это рекомендуем. Областная прокуратура у нас не было отказного ни по одной ситуации. И мы хорошо готовились и всегда получали очень классный материал. К сожалению, по тем обращениям, которые мы в последний год, их было три, если мне память не вредит, в полицию, мы, как правило, получали отказные. То есть, в том числе, по усадьбе Хохрякова. Да, правда, прокуратура потом вернула все полиции. К сожалению, так. Это не диагноз, это вот мое наблюдение. Почему-то так происходит. То есть, возможно, действительно сокращение ударили по полиции. В каких-то вещах они прямо нам говорят, ребята, извините, мы не сможем, к примеру, ликвидировать вот такие учреждения, нелегально торгующие алкоголем, поскольку у нас не заключено соответствующее соглашение с областью о ведении работы именно по этим правонарушениям, которые в областном ведении. Странно, честно говоря. Ничего не могу сказать. Будем надеяться на изменение ситуации и готовы с полицией дальше работать и координироваться. Но надеемся на эффект. Ну и на этом завершается время нашей программы. Напомню, что это особое мнение, особое мнение Романа Титова, члена регионального штаба общероссийского народного фронта. Всего доброго, спасибо. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова